всем привет я рада вас видеть у себя в гостях на канале спецификация меня зовут татьяна и я веду этот канал о вязании мы с вами будем вязать руками и это совсем не сложно не так сложно как может показаться и так у меня провязано одинаковое количество рядов как на внутренней части кармана так и по внешней части кармана и теперь мне нужно их связать вместе я в изнаночном ряду и мне в этом ряду нужно еще сделать прибавку на на планку я ее делаю разворачиваем работу прояжем планочку правда очень неудобно вязать потому что вещь уже стала большой все со всех сторон мешает две петли после планочки вяжем довольно туго их нужно подтянуть я должна провязать все петли изнаночной глади за исключением одной потому что я на кармане делала прибавку кромочной петли чтобы у сам шов шел не по первой петли ажура а по первой петли лицевой глади по последней петли лицевой глади скажем так итак смотрим вот она у меня последняя петля лицевой глади и первая петля ажура у меня петли на спицы и так что тут нужно сделать нужно вот эту петлю переодеть поменяв расположение стенок вот эту петлю я тоже переодеваю на на спицу с основным полотном и две петли провязываю вместе вот таким образом если провязывать то они у меня как раз и не получатся скрещенными и так еще раз переодеваем петлю переодеваем петлю со вспомогательной спицы и провяжем их обе вот так вот вместе и вот это все придется проделать с каждой с каждой петлей ну благо петель здесь совсем немного поэтому я думаю что все это очень быстро закончится переодеваем петлю меняем расположение стенок переодеваем петлю тоже поменяв расположение стенок и провяжем это все вместе накиды я тоже переодеваю чтобы они у меня были накидами дырочками такими они скрещенными петлями и вот что получается с лицевой стороны и вот что получается с изнаночной стороны на мой взгляд получается абсолютно нормальное чистое соединение шва у меня в этом месте не будет мне останется пришить только боковые части карманов что на мой взгляд вполне себе так упрощает работу х а угол планирует быстрее прогноз получил гол Продолжение следует... 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 И еще одна петля. Дополнительная спица уже не нужна. Итак, все сейчас собрано вместе. Смотрим петли натяжения, потому что работа была такая копательная, поэтому то, что петли не все одной длины, это тоже нормально. И все мне останется просто потом подхватить вот здесь с этой стороны вот этот край аккуратненько и в общем карман будет готов с этой и с этой стороны два края собрать. Итак, то же самое я буду делать со вторым карманом. Довязываю этот ряд до конца, подбираю петли на втором кармане и дальше я узор больше вязать не буду. Вот так этот карман сейчас выглядит снаружи. Дальше ниже у меня будет лицевая гладь. У меня, как я уже говорила, осталось пряж совсем немного. В общем, я конечно это ожидала. Дальше я буду вязать лицевую гладь на ту длину, на которую мне хватит моей пряжи. И в общем и целом работа над жилетом будет завершена и мне нужно будет еще обработать нижний край жилеты и собственно пришить пуговицы, пришить карманы. Остается уже действительно самая-самая мелочь. Ну и разумеется отпарить изделие. Итак, пока отвязываем оставшуюся длину. В общем, в моем случае, как я уже сказала, я ограничена количеством пряжи, но в вашем случае вы ограничены, наверное, только своим желанием. Вяжем. У меня от линии кармана отвязано вниз еще приблизительно 5 сантиметров, но как я уже говорила, я оказалась ограничена в количестве пряжи, поэтому я буду закрывать вот именно здесь. Если в принципе в вашем случае нет вот этого ограничения, то тогда, конечно, можно провязать ее еще подлиннее эту жилетку. Ну, в моем случае, я считаю, что общая длина получилась нормальная, достаточная и я буду делать, я буду закрывать. Закрывать я буду следующим образом. Петли планочки я закрою. Вот здесь свяжу один изнаночный ряд, чтобы получился рубчик и провяжу еще несколько рядов лицевой гладью. И эту лицевую гладь заверну вовнутрь. Внутри я сделаю китлевку. То есть я вот этот вот край прикиплюю впоследствии. А пока мне нужно закрыть планочку. Планку я буду закрывать следующим образом. Первые две петли я провязываю вместе. Дальше я буду хватать три петли, но при этом я хочу, чтобы вот эта петля все-таки оставалась скрещенной, поэтому я ее переверну, то есть скрещу, провяжу эти две петли вместе лицевой и наброшу петлю, которая у меня на правой спице. Следующие две петли я с ними поступать собираюсь точно так же. То есть я перекрещиваю лицевую петлю, изнаночную. Изнаночная у меня идет вместе с ней. И опять набрасываю. Ну то есть я делаю совершенно обычное закрытие. С той лишь разницей, что мне одна петля нужна перекрещенная. И вот чтобы она получалась перекрещенной, я ее скрещиваю заблаговременно и провязываю. Вот такое закрытие у меня получается. Ну вполне, на мой взгляд, эластичное. И вот таким вот образом. Так, я здесь была не права. Здесь у меня вот эту петлю мне перекрещивать не нужно. Я ее просто так, вот эту петлю я вот так хватаю. И, собственно, это все. Петли планки у меня закрыты. И дальше я вяжу изнаночный ряд, по которому буду перегибать мой подол на изнаночную сторону. То есть я провязываю один ряд изнаночными петлями. Следующий ряд у меня тоже будет изнаночными петлями. Так как дальше у меня пойдет лицевая гладь. А планочку я закрою. Потому что если провязывать планку и подгибать ее, она будет очень толстая. И то же самое я, конечно же, буду делать на другой стороне планки. Сейчас пока вяжу один изнаночный ряд. Вяжем. Провязав изнаночный ряд, я дальше буду продолжать лицевую гладь. Ну, буквально несколько рядов на высоту той подгибки, которая нужна. И так вяжем. И теперь, когда вот этот изнаночный ряд провязан, я вот здесь вынуждена буду провязать вот эту планочку. Потому что работа у меня еще продолжается. И планочку я должна буду закрыть с изнаночной стороны. И так, закрывать будем следующим образом вот эту лицевую петлю, которая у меня с лицевой стороны лицевая. Мне нужно перевернуть, поменяв расположение стенок. Далее. Провяжем мою скрещенную петлю и следующую за ней петлю вместе. И точно так же я вот эту петлю должна буду набросить поверх двух провязанных. И то же самое будем делать со следующей парой петель. Теперь одну петлю переворачиваем, поменяв расположение стенок. Провязываем две петли вместе изнаночной. Теперь, поскольку я в изнаночном ряду. И набрасываем на нее предыдущую петлю. И то же самое со следующей парой петель. Переворачиваем. Провяжем вместе. И набросим петлю. И у меня осталась еще одна пара петель. Делаю то же самое. Провязываю. Набрасываю петлю. И вот оно собственно и все. Мне нужно провязать еще одну петлю с ближайшей уже из лицевой глади вместе. И дальше я вяжу опять изнаночные петли для того, чтобы у меня на изнаночную сторону завернулась лицевая гладь. И так, теперь я вяжу лицевую гладь, как прежде. Для того, чтобы завернуть ее вот таким вот образом и прикидливать. Вяжем на... Ну, собственно, высота здесь может быть абсолютно произвольной. Никаких правил, я думаю, здесь нет. Я опять же буду вязать на ту высоту, на которую мне позволит пряжа. И так, у меня провязано 5 рядов. Даже если бы хотелось больше, то в общем не из чего. И я сейчас вот так вот заколола слегка. Ну, в общем, это можно и не делать. Но, на мой взгляд, высота подола в принципе получается нормальная. И, как я уже говорила, я собираюсь все прикидливать с изнаночной стороны. И вот такой у меня ужасно километровый хвост остался. И, в общем, я с ним теперь буду работать. Нитку достаем и смотрим, по какому ряду я здесь буду идти. Сейчас я пока ее прихвачу за петлю планки. И буду прихватывать вот этот ряд, по всей видимости, и следующую петлю. Я, в общем, конечно, не очень люблю, когда такая длинная нитка. Но, честно сказать, делать здесь нечего. Потому что приходится работать именно вот с такой длинной ниткой. Потому что иначе, когда делаешь соединение в кетлевке, соединение нитки, ну, в кетлевке они еще, их более-менее можно спрятать. Но в некоторых швах соединение очень трудно прятать. Например, когда закрывается край иглой. Тогда тоже очень сложно прятать хвосты. Вот эти вот отсвязывания ниток. Поэтому, когда есть возможность отрезать вот такой вот длинный хвост, я предпочитаю оставлять длинный хвост. Итак, я внимательно смотрю и двигаюсь исключительно по одному ряду. И стараюсь хватать те же самые петли, которые я хватаю со спицы. Работа кропотливая, работа такая достаточно мелкая, требующая много внимания. Итак, возвращаемся в предыдущую петлю. Я нахожу следующую петлю и хватаю еще одну петлю со спицы. И через все это протаскиваю свою длинную-длинную нитку. И еще раз возвращаюсь. Нахожу следующую петлю и снимаю одну петлю со спицы. Вот такой шов должен получаться. Работа, как я уже сказала, требует кропотливости, упорства и аккуратности. Всего этого у любой вязальщицы в избытке. Поэтому работаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот как это выглядит с лицевой стороны. Вообще никак не видно, что проходит шов. А с изнаночной стороны вот такая чистенькая кетлевочка. Итак, продолжаем. Я хотела бы отрекомендовать канал моей тетушке. Она открыла таки свой канал, чему я безмерно рада. Свою тетушку я неоднократно упоминала во многих своих роликах. Она мой главный вдохновитель и самый строгий отдел контроля качества. Но это я шучу. Ее зовут Ольга Ильенко. Канал называется Вязание наше все. И у нее колоссальный опыт и масса знаний в этой области. Чем я сама часто и бессовестно пользуюсь. Ссылка на нее будет прямо под видео. Пожалуйста, не стесняйтесь. Проходите по ссылке и подписывайтесь на нее тоже. Будет много интересных работ. Куча полезной и нужной информации. Спасибо за то, что провели это время со мной. И надеюсь, что у вас получилось все гораздо лучше, чем у меня. Если мой ролик оказался вам полезен, пожалуйста, подпишитесь на канал. Напишите мне комментарий. Поделитесь своими воплощениями. Расскажите о проблемах, с которыми вы столкнулись. Тем более, буду благодарна, если вы мне напишите в связи с обнаружением любых проблем в ролике. Ну и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить обновления на моем канале. Буду рада встретиться с вами еще. Пока-пока.